Хендмейд-базар – это возможность не только насладиться искусством наших ивановских рукодельниц, но и приобрести эксклюзивные авторские изделия. Украшения, игрушки, открытки, шкатулки, мыло – все ручной работы и в единственном экземпляре. Участники выставки-ярмарки признают, сначала их увлечение было обычным хобби, которое в процессе переросло в источник дохода. Татьяна начала заниматься мыловарением во время декретного отпуска. С основными технологиями ознакомилась в интернете. Теперь готовит по собственному рецепту. Мыло у нее не только душистое, но и лечебное. Я покупаю в аптеках, заказываю через интернет. Ну и некоторые, например, травки я там собираю сама, сушу и заготавливаю. Все думают, что оно очень быстро измыливается. На самом деле это не так. Это такое же обычное мыло, просто оно настолько красиво, и людям кажется, что оно так быстро заканчивается, такая красота. На самом деле обычное мыло, и мылится очень хорошо. Для Елены Карасева эта выставка первой. Интерьерными куклами занимается полгода, и уже такая коллекция. Материалы достаточно простые. Например, снеговики, они из плиса, из обыкновенного. Ну вот они смотрятся так тоже достаточно трогательно, как настоящий снег, протонированный тоже красочкой, и получается вот такой вот эффект необычный. То есть ткань можно найти везде. Скрапбукинг – еще один вид рукоделия, мастера которого изначально занимались оформлением семейных фотоальбомов, состоявших из различных рисунков, записей и других памятных мелочей. Особой популярностью стали пользоваться декорированные открытки. В скрапбукинге используется все. Специальная бумага, ленты, кружева. Очень много стилей и направлений, так сложно сказать. Очень много подарочных, конвертов, которые можно презентовать на свадьбу, на день рождения. Наш Ивановский скрап-клуб существует с июля этого года. Популярность среди девушек, получил сразу. Правда, изготовить такую чудо-открытку не только трудно, но и затратно. Это очень дорогое удовольствие. Это, я считаю, один из дорогих видов хобби, потому что скрапом, конечно, можно увлекаться бюджетно, скажем так. Можно использовать старые кружева, которые можно найти у бабушек, у мам в шкатулках, пуговицы, ленты, какую-то обычную, даже оберточную бумагу. Но если хочешь сделать по-настоящему эксклюзивную вещь, авторской работы, то тут приходится хорошо потратиться. Но подарок ручной работы – это, как известно, лучший подарок, так что потратиться пришлось и покупателям. Наши молодежи в Иванове сейчас понимают, сделанные своими руками на самом деле моднее. И пользуются популярностью. Я вот уже полдня нахожусь на ярмарке, народ идет, смотрит, покупает, спрашивает, берет визитки. В будущем организаторы уверены, что такие ярмарки-выставки станут доброй традицией. Приглашать к участию будут не только авторов из Иваново, но и из соседних областей. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.